Несмотря на ограничения налагаемые законодательством, Япония развивает свои силы самообороны и занимается созданием военной техники собственной разработки. Одним из примеров техники японской разработки является зенитная самоходная установка тип 87. Боевые машины этого типа состоят на вооружение сухопутных сил самообороны с конца 80-х годов и применяются в целях обеспечения противовоздушной обороны подразделений на марше и на позициях. Тип 87 SPAC японская зенитная самоходная установка, базирующаяся на основе швейцарского автоматического зенитного орудия Erlikon GDF-005, установленного на модифицированном шасси танка тип 74. Оснащена цифровой системой наведения и управлением огня. Для прицеливания используют радар и лазерный дальномер. Силы самообороны Японии в начале 1980-х для замены старых зенитных самоходных установок М42 Duster, поставленных им США через оборонное агентство Японии, выработали требования по созданию отечественной зенитной самоходной установки. Контракт на поставку и производство заменяемых М42 Duster выиграла компания Mitsubishi Heavy Industries. Примечательно, что к этому времени Япония решила почти полностью отказаться от закупки иностранной техники, тем самым стимулируя развитие собственной оборонной промышленности. В соответствии с техническим заданием заказчика, компания-подрядчик должна была построить самоходную зенитную установку с артиллерийским вооружением на гусеничном шасси одного из имеющихся танков. Кроме того, оговаривались основные особенности оборудования машины. Следовало использовать два автоматических орудия и комплекс радиоэлектронных средств, предназначенных для поиска и обнаружения целей с последующей их атакой. Тип 87 SPAC был разработан компаниями Mitsubishi Heavy Industries в 1987 году, которая создала модернизированное шасси и Japan Steel War, которая, в свою очередь, занималась производством зенитного орудия. Изначально предполагалось, что основой для будущей самоходки станет шасси танка тип 61, в то время являвшегося одной из основных боевых машин своего класса в силах самообороны. Тем не менее, позже было решено отказаться от такого шасси в пользу более новой машины. В итоге в качестве основы для ЗСУ выбрали шасси основного танка тип 74 с середины 70-х годов, который строился серийно и поступил в войска. Основная часть работ по разработке и тестированию была выполнена в 1982 году, а первые прототипы появились уже в 1983 году. Шасси ЗСУ тип 87 SPAC имела традиционную танковую компоновку с передним расположением отделения управления, боевым отделением в середине и кормовым моторно-трансмиссионным отделением. В кормовом отсеке корпуса устанавливался 10-цилиндровый дизельный двигатель Mitsubishi мощностью 750 л.с. Максимальная скорость движения по шоссе 55 км в час, запас хода по топливу 300 км. Главным отличием зенитной самоходки от базового танка стала башня с вооружением новой конструкции. На бронекорпусе башни устанавливалось все необходимое оборудование, от пушек до антенн радиолокационных станций. Из-за специфической компоновки башни и расположения вооружения ЗСУ тип 87 SPAC напоминает немецкую машину аналогичного назначения Гепард, появившуюся в начале 70-х годов. Кроме того, сходство двух боевых машин усиливается некоторыми особенностями комплекса вооружения и другими чертами. Башня боевой машины тип 87 выполнена в виде крупного коробчатого кожуха, сопряженного с угловатой опорной платформой. Платформа располагается на погоне корпуса и обеспечивает круговое наведение вооружения. В передней части башни находится отсек для аппаратуры, позади которого расположены рабочие места экипажа. За ними имеется еще одно отделение для электроники и сравнительно крупный объем для размещения боеприпасов. В кормовой части крыши башни предусмотрены две антенны радиолокационных станции поиска и сопровождение целей и оптико-электронный модуль. Для уменьшения габаритов машины в походном положении антенный пост при помощи гидравлического привода складывается за башню. На бортах имеются две качающиеся установки с пушками. Артиллерийская часть состоит из двух 35-миллиметровых спаренных автоматических пушек KDA, произведены по лицензии швейцарской компании Erlikon Contravis. Орудия установлены внутри бронированных кожухов на бортах башни. Имеются механизмы для синхронного вертикального наведения обеих пушек. Боепитание пушек осуществляется при помощи лент со снарядами, уложенных в ящики в кормовой части башни. Скорострельность каждой из них 550 выстрелов в минуту, прицельная дальность стрельбы 4 километра, максимальная 12 километров. В стандартный боекомплект входит по 300 бронебойных и бронебойно-зажигательных снарядов. Выброс стрелянных гильз осуществляется через окна в боковых поверхностях кожухов орудий. В качестве дополнительного вооружения для самообороны используются два трехствольных дымовых гранатомета. Они установлены на боковых частях башни и должны отстреливать гранаты в переднюю полусферу, тем самым закрывая боевую машину дымовой завесой. Экипаж ЗСУ тип 87 SPAC состоит из трех человек. Механик-водитель располагается в передней части корпуса, командир и наводчик в башне. Для доступа на свои места экипаж должен использовать люки в крыше корпуса и башни соответственно. Оборудование рабочих мест в башне позволяет командиру и наводчику следить за воздушной обстановкой и производить атаку целей. При этом предусматривается возможность автоматической работы систем, при которой все основные операции по поиску целей и наведению вооружения осуществляются без вмешательства человека. Обеспечивается ведение огня как во время остановки, так и на ходу. На этом все. До следующих видео. Спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайк, комментировать и естественно подписываться на канал, если еще не подписаны.